15 человек, в том числе и двое детей, спасли на водоемах Акмолинской области с начала купального сезона. Сейчас на пляжах и местах для купания усиленно несут службу больше 60 спасателей, в том числе и 32 водолаза. К обеспечиванию безопасности на воде привлекают и волонтеров. Александр Попов спасатель-водолаз с 30-летним стажем. За его плечами более сотни спасенных жизней. Несмотря на свои 50 с лишним лет, он с легкостью управляется с тяжелым оборудованием аквалангиста и смело погружается на глубину до 15 метров. Каждое лето Александр несет дежурство на местных водоемах. Она относится к тяжелым условиям работы. Он проходит при разных температурных, климатических условиях, при разных глубинах ведутся поисковые работы. При разной видимости вода может быть кристально чистая и может быть буквально в крайне внешней смене ничего не видно. Баллоны, конечно, очень сильно весят, груза, костюмы. Все это определенные неудобства, но это издержки производства. Все это нормально. В региональном оперативно-спасательном отряде больше 30 человек. Они служат в четырех спасательных станциях на крупных водоемах. Выполнять приходится самые разные задачи. От патрулирования мест купания до проведения поисковых работ. На каждом посту у нас работают не менее трех человек. Два водолаза, один руководитель. А в городе, как штаб, у нас работает в дежурном подразделении не менее пяти человек. Из них три-четыре водолаза и также руководитель. Еще у нас имеется водолазно-спасательное отделение, которое выезжает на экстренные случаи, вызовы по области. В штатном расписании водолазно-спасательного отделения пять человек. С начала купального сезона в водоемах региона утонуло восемь человек. Половина из них дети. Главная причина трагедии – купание в запрещенных и необорудованных для этого местах. Спасатели напоминают, что прежде всего жизнь и безопасность отдыхающих зависят от них самих. В регионе 10 коммунальных и около 60 частных пляжей спасателей на всех не хватает. Поэтому патрулировать водоемы помогают волонтеры. Их 120 человек. Каждый прошел профессиональную подготовку. Аслана Буталипа, Виктор Полянный, Оконинская область, Хабар.